сознание какое при капитализме у нас сознание у большинства людей вот у нас показывают по телевидению идет шоу на телеканале пятница на ножах ведет его профессиональный ресторатор константин илью ему присылают письма с различных уголков нашей страны где просят его приехать и наладить бизнес в каком-нибудь общественном питании потому что туда не идут люди нету клиентов и когда он приезжает там оказывается как правило существуют две проблемы первая проблема это то что повара не умеют вкусно готовить но эти же повара они где-то обучались а где-то получили соответствующий сертификат идеология если брать определение из интернета это совокупность взгляда человека на жизнь какая идеология у этих преподавателей которые преподают прийти тупо преподать какие-то теоретические знания рассказать а выучил он чего-нибудь запомнил научился он чего-нибудь его это не интересует у него идеология это квартира машина домик какой-то за городом иначе можно сказать его идеология деньги по-другому сказать мы только что разобрали деньги это те же самые товары то есть это у этого учителя главная цель это потребление товаров как можно больше потреблять более качественных товаров вторая проблема заключается в том что во всех этих во всех этих столовых там или ресторанов там везде находятся какие-то не все но какая-то часть продуктов питания у которых кончился срок годности то есть пропавшие и повара говорят что мы указываем своим владельцам что вот эти продукты пропали с них готовить нельзя но они запрещают им выкидывать и заставляют их готовить именно с этих пропавших продуктов этот бизнесмен он открыл это предприятие для того чтобы заработать деньги это его основная цель он купил эти продукты питания которые пропали этот бизнесмен он открыл свой бизнес ради того чтобы заработать денег главная его основная цель и думать что с такой идеологии он как-то будет выкидывать эти продукты питания которые приносят ему деньги но это очень смешно этому бизнесу ему не надо ему руководить или как-то указывать чтобы он выкидывал эти продукты чтобы он кормил людей этими пропавшими продуктами питания ему достаточно просто подойти и шепнуть на ушко сказать что добавь пальмовое масло в продукты и твоя прибыль увеличится в несколько раз да при этом это как-то негативно скажется на здоровье в людей но люди этого сразу же не заметят это произойдет через несколько лет и он найдет где будет продаваться это пальмовое масло и начнет добавлять в продукты вот у нас по телевизору крутят рекламу да и не один там реклама совком банка банка тиньков и никого из рекламщиков не интересует качество того товара который они рекламируют если вот эти актеры которые рекламируют совком банк или банк тиньков выйдут сейчас на улицу и начнут рассказывать кому-то из людей что весь этот банк работает для того чтобы улучшить жизнь людей вам надо обязательно брать кредит то большинство наших людей только послушает их 10-15 секунд и пошлют на три буквы куда подальше а если они начнут настаивать на свое мнение как-то навязывать его попадутся на более менее нормальных пацанов то еще и получат по сапатке за то что они врут чиновники которые у нас сидят на окладе которые работают за определенные жалования с такой идеологии с идеология потребителя очень сложно себе представить чтобы они вдруг отказались от взятки наши кандидаты в губернаторе или в мэры когда они говорят что их главная задача о том чтобы улучшить жизнь граждан они врут они когда придут они будут работать в интересах крупного бизнеса и они прекрасно это знают вот у нас недавно был такой случай в Ленинграде по ихнему в Санкт-Петербурге лопнули трубы горячего отопления и в кипятке сварились два человека живьем ну и по телевизору прошла эта информация сказали что ну вот такой набор случайности как-то так вдруг нечаянно произошло но эти трубы вообще кто-то ложил в землю когда-то должны быть остаться соответствующие характеристики труба положена такого-то диаметра такая-то толщина у нее есть определенный срок годности через который надо ее поменять и тогда бы эта труба не лопнула и не сварились бы два человека этих в кипятке и сварились они потому что есть может быть две причины либо те люди которые должны следить за этими трубами либо их им дали плохое образование они просто не знали что в эту документацию надо залазить и как-то за этим смотреть либо второй вариант что им выделили на эти деньги но они понадеялись на а в 8 эти трубы хоть как-то еще простоят попилили эти деньги положили себе в карманах на все остальное плевать и в том и в другом случае виноваты деньги виновата есть не их не идеология потребления это стоит для них превыше всего если с предприятием капиталиста убрать всех рабочих то эти предприятия не принесут ни копейки прибыли весь его доход состоит из того что он присваивает себе часть труда рабочих или попросту говоря заработную плату за счет этого и он и живет то есть по другому говоря проще говоря он обворовывает тех людей которые на него работают из этого и состоит его состояние вспомним Джона Лока и Адама Смита которые говорили теоретиков западных этого капитализма которые говорили вообще что существует две расы раса рабочих раса господ вот те у кого там за домом стоят пятиэтажные коттеджи это раса господ они говорят и они должны существовать при капитализме то есть вся эта система держится во первых на воровстве во вторых она держится на лжи здесь постоянно будут врать чтобы скрыть это воровство и здесь в нее встроено запрограммированное социальное неравенство оно должно быть обязательно в этой системе без него никуда не деться в этой системе у вас будут строиться плохие дороги которые будут смываться у вас прошел дождик и их смыло в канализации в этой системе у вас будут стараться постоянно вас кормить какими-то пропавшими продуктами питания в этой системе постоянно должна быть коррупция это является составляющей частью этой системы Когда какой-нибудь Навальный говорит, что его задача побороть коррупцию, он придет и обязательно это сделает, он все врет. Он в этой системе никогда не избавит от коррупции. В этой системе всегда будут возникать черные риэлторы, которые будут убивать людей за квартиры, потому что их идеология это идеология потребителя, и они эту свою идеологию ставят выше, чем жизнь человека. В этой системе, вся эта система нацелена на то, чтобы выращивать потребителей. Эта же система выращивает силовиков, которые ловят этих потребителей и показывают шоу по телевидению, ловят вороватых чиновников, бизнесмены, которые что-то там делают некачественно. Остальные все сидят и смотрят по телевизору, как перед ними разыгрывается это шоу. И одни винят силовиков, другие винят каких-то бизнесменов и ищут причину в людях, что это люди виноваты во всем. Но никто не говорит, что про саму систему, что это сама система выращивает потребителей, и из-за этой системы все происходят, все эти казусы. Эта система, это система потребителей, которая выращивает этих бизнесменов, чиновников, которые живут на воровстве, которые стараются скормить этими некачественными продуктами. Она же, эта система выращивает силовиков, которые их ловят. И нам показывают шоу по этому телевизору, мы наблюдаем за всем этим и встаем на сторону того или другого, будут виноваты те или другие. Но не силовики, не эти чиновники, не те, кто наблюдает по телевизору, не понимая, что во всем виновата сама система. Система, которая выращивает потребителей. Редактор субтитров А.Семкин